Меня зовут Ирина, я выступаю в роли медиатора. Сразу хочу озвучить правила нашей сессии. Первое, я так понимаю, что каждый добровольно пришел на нашу сессию медиатора. Правильно? Следующее наше правило работы – это конфиденциальность. Объясню, что это такое. Все, что проговаривается на нашей сессии, на этих стенах, оно здесь и остается. Никаким силой юридической потом в судах где-то это не предоставляется, не имеет никакой силы. И третье правило – это непосредственность. Нейтральность. Да, это означает то, что я как медиатор выступаю не на вашей стороне, а не на вашей стороне. Я все больше управляю процессом и управляю вас в нужное положение. Правило ясны. И еще, на нашей сессии мы не можем оскорблять друг друга, переходить на личности, решить ярлыки и все остальное. Это тоже понятно. Так, хотелось бы спросить, каким временем вы располагаете? Каждая из сторон. Два часа. Два часа? Пока не решится конфликт. Полтора часа. Хорошо. Начнем с того, что, наверное, мы представимся. А, Алексей. Руководителем. Кем вы являетесь? Ну, я являюсь руководителем студии детского театра. Хорошо. Юля. Руководитель детского. Марина. Я представляю родительское общество. Все понятно. Начнем с того, что обозначим позиции и видения нашей конфликтной ситуации. И, наверное, слово предоставим Алексею, так как он был инициатором. Да, он менялся. Что тут сказать? Вот такая вот у нас печальная ситуация произошла. Ну, с условиями, да вы наверняка уже знакомились. Я вкратце просто опишу. У нас в январе в Санкт-Петербурге фестиваль детский проходит регулярно. И мы об этом знали. Знали срок проведения этого фестиваля. Мы готовились. У нас очень хорошая студия, талантливые дети. Заблаговременно я вот с агентством заключили мы соглашение о транспортировке детишек в Санкт-Петербург. Непосредственно из Новосибирска в Санкт-Петербург. Чтобы в хорошем состоянии дети в Санкт-Петербурге были вовремя туда. Были забронированы автобусы, чтобы из аэропорта до гостиницы доставить детей и сопровождающих лиц. Были забронированы места в гостинице. Представители агентства нас уверяли, что все замечательно. Действительно, мы заранее все оплатили. 120 тысяч рублей нам бюджетно вписывались. Нам еще надо было оплатить организационный взнос фестивалю. К сожалению, за считанные дни до самого события, до вылета, нам агентство звонит и говорит, что якобы какой-то у них форс-мажор произошел. И придется идти через Москву, но все будет замечательно, все будет прекрасно. И мы никак не пострадаем. На самом деле все было не так. Организация была отвратительная. Очень большие задержки. Дети летели без сопровождающих. Почему? Потому что кто-то у них в агентстве так распределил билеты. В разных самолетах летели. Восемь часов. Представляете разницу? Сотраты я не жил. Вот я к этому и веду. Все это входило в 120 тысяч. С учетом того, что были временные задержки, отвратительная, повторяю, организация. Сгорели у нас брони на автобусы. То есть деньги ушли в пустую. Сгорели наши брони на гостиницу. То есть деньги ушли. Нам пришлось уже потом по факту самостоятельно нанимать такси, микроавтобусы, чтобы везти в гостиницу. То есть вы потерпели какие-то материальные затраты. 90 тысяч мы сверху понесли в такие затраты. Но замечательно выстукали. Но теперь нам надо оплатить организационный взнос. Это 55 тысяч. С учетом наших убытков, сами понимаете, где мы сейчас возьмем эти деньги. На нас давит оргкомитет. Мы можем очень большую потерять репутацию. Можем свою потерять. Так что вот так. Хорошо, спасибо. Вашу позицию, Мария Министерская. Да, конечно. Хочу согласиться, да, недоработки с нашей стороны были. Но что касается самолетов, то билеты были куплены на рейс, которые должны были прибыть именно к назначенному времени. И то, что произошли задержки в аэропорту, за это мы не можем нести ответственности. Что касается подчиненного, который занимался формированием списков по отлету детей, этот вопрос, конечно, был решен на нашем внутреннем совете. человек согласно внутреннему трудовому договору понесет наказание. Я правильно вас поняла, что вы не считаете нужным как-то компенсировать расходы театра, так как по вашей вине, они считают, что по вашей вине они потерпели такие расходы. Частично мы готовы взять на себя эту ответственность. Но, повторюсь, что касаемо билетов и задержки рейсов, за это мы на себя брать ответственность и кандидат. Хорошо. Алексей, скажите, какую сумму сейчас требует корпоративный комитет? Вот буквально в ближайшее время это 55 тысяч рублей. 55. Ну, мы 90 тысяч издержки принесли. Ну, там, в условных единицах при пересчете на рублей, это так. Важный момент еще вот в чем. У нас несколько семей назад полетели из Санкт-Петербурга, от Новосибирска. И они видели своими глазами полупустые самолеты. То есть никаких там дефицитов билетов не было. Ну, можете это объяснить, как единство, которое ссылалось на перегруженность? Человек, который занимался этим вопросом, в отчете мне опозит, что билеты были забронированы изначально. А как бы то, по итогу оказалось? Что все массово отказались лететь обратно? То есть с Санкт-Петербурга до Новосибирска все массово отказались, эпидемия? Что-то вы неправильно... Нет, я все правильно говорю. Вы говорите, были забронированы. Но когда по итогу мы купили билеты с Санкт-Петербурга до Новосибирска, извините, самолеты были полупустые. А наши дети опять там возвращались. Я вам хочу сказать, что непростоверную информацию мне подал мой подчиненный, за что и понес наказание. Поэтому и просят вас возместить убытки. Да, сейчас ваше агентство, услышав сумму, ту, которую требуют сейчас уже, скажем так, потерпевших, которые и так понесли убытки, ваше агентство не готово компенсировать недоработку вашего специалиста? Некоторые издержки будут изъяты с подчиненного. Послушайте, это уже ваши дела, откуда они будут изъяты? Повторюсь. Вы можете... Основное ваше требование? Мое требование... Компенсировать. Мое требование компенсировать 90 тысяч, которые мы потеряли на данный момент. Но сейчас хотя бы 55, вот в ближайшее время. Мы готовы вводить даже уже теперь агентству навстречу, чтобы остальные, оставшиеся 35 тысяч как-то растянуть. Я не знаю, в куда вы их будете брать, но это меня не касается. Но вот 55, это сейчас, потому что иначе наша репутация пострадает. Это конец. Это либо ребрендинг, либо организацию можно делать. Как я, как специалист, только приятный. А вы как свои репутации рассматриваете? Я повторюсь. Убытки за транспортную компанию, за перелет детей на себя, мы брать не будем. Отказываемся. Но я, допустим, согласна. Если мы оплатим вам 55 тысяч и точка. Вы вообще такие интересные. Вы 8-летних детей запихали одни в самолет. Вы не дали сопровождающих, хотя законодательство говорит, что вы должны давать сопровождающих, так как им нет 12 лет. Их одних отправили. Непонятно, что произошло. Пришлось договариваться там со знакомыми, чтобы их встретили, чтобы они с ними побыли. 8 часов. Ничего себе задержался рейс. Ну так вот, если расценить. Ничего себе. Это что, работал один сотрудник, отвечал за 88 людей? Это уже корпоративные перелеты. Скажите, пожалуйста, я правильно вас поняла, что компенсация по комитету – это не единственное требование с вашей стороны, агентство? Нет, почему единственное? Ну я просто пытаюсь вразумить агентство и рассказать, какая ситуация была, и какая стрессовая была ситуация для родителей. И если эти все родители соберутся и подадут в суд на вас, тогда это, наверное, будут очень даже ваши интересы. Правда же? Как бы вам не пришлось бы потом закрываться вам, а не театру. Это же ужас просто. Спасибо полиции, что она не сработала, не забрала в приемник распределитель наших детей. Вообще здорово. С нашей стороны, на гражданах представителей не было отправлен сопровождающим. Не было сопровождающего. Что вы рассказываете? Вы даже этой информацией не владеете. Как это не владеете? Вы не владеете. На 80 людей, которые были отправлены, было 8 сопровождающих. 8 сопровождающих, которые ушли, уехали вообще другим самолетом. Дети летели.